25 января в нашей стране традиционно отмечается День студенчества. В вузах и колледжах Верхней Волжье обучаются около 50 тысяч человек. Многие из них приняли участие в форуме, который прошел в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Это масштабное мероприятие объединило около полутора тысяч учащихся и активистов Верхней Волжья, лидеров общественных движений, руководителей колледжей, вузов, представителей предприятий. Все участники форума отмечали, что это очень интересный формат для встречи Дня студенчества. Студентам он дает возможность познакомиться между собой, открыть какие-то для себя новые знания, возможности, профессии в первую очередь. Ну и хорошо провести время, День студента. Сам Сергей, кстати, хочет попробовать себя в молодежном правительстве, как и Алена Щеткина, у которой уже есть определенные идеи для работы там. Например, помочь молодежи с профориентацией. «Поскольку именно этот возраст, когда необходимо определиться со своей профессией, он самый тяжелый. Много выбора, много дорог. Наша страна – это страна возможностей. И необходимо, как нам, педагогам, детей немножко направить, подсказать, какая профессия им будет лучше, как их раскрыть потенциал и действительно, что будет полезно для развития нашей страны». Помочь в выборе профессии должны были и многочисленные стенды предприятий, которые работали на форуме. Не меньшее внимание студентов привлекали и представительства вузов, а также колледжей. На них можно было ознакомиться с достижениями учебных заведений. Например, тут, что называется на лицо результаты проектной деятельности команд Тверского госуниверситета. «Беспилотный, автоматизированный, роботизированный объект, который имеет большую грузоподъемность, который может использоваться в сельском хозяйстве. Это может быть и объект двойного назначения, использоваться на больших промышленных объектах, складах. Это проект Digital History, когда студенты воссоздают объекты, утраченные на территории Тверской области». Академия воздушно-космической обороны представила более чем актуальную по нынешним временам разработку средство акустического обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Оно улавливает характерный звук, издаваемый БПЛА, который попадает в резонаторы прибора. «Каждый резонатор установлен под разными углами, за счет чего у нас секторный обзор получает 60 градусов». «После того, как звуковая волна попала в резонатор, она в нем усиливается и считывается внутри стоящими микрофонами. После чего, в зависимости от того, где амплитуда пришедшего сигнала больше, у нас показывается направление полета беспилотного летательного аппарата». Все эти стенды внимательно осмотрели гости форума. Среди них губернатор Игорь Руденя, сенатор Людмила Скаковская, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. Открывая пленарную сессию, глава региона поздравил всех с Днём Российского студенчества, а также с Татьяниным Днём. «Известный русский и советский писатель Максим Борький сказал, что молодёжь должна быть достойной той эпохи, в которой она живёт. Дело всё в том, что каждое время создаётся людьми, формируются людьми. И только активность этих людей и их жизненная позиция определяет и будущее страны». Глава региона и почётные гости пообщались с участниками форума, ответили на их вопросы. Они касались популяризации и продвижения семейных ценностей, предстоящей кампании по выбору президента Российской Федерации. Игорь Руденя пожелал молодёжи не просто участвовать в голосовании, но и ощущать себя причастными к судьбе нашей страны.